МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". На интере подробности о главных событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убийство Немцова. Заказчики, исполнители и экзотические версии российского следствия. Михаил Чечетов свел счеты с жизнью. Как и почему это произошло? Готовы ко всему, чем футбольные ультрас занимаются в бомбоубежище в Днепропетровске? Вместо марша весна на окраине Москвы завтра пройдет масштабная акция памяти Бориса Немцова в самом центре города. Российская оппозиция уже согласовала это с московскими властями. Ожидают около 50 тысяч участников. Поступает также информация, что власти активно стягивают в город внутренние войска. Подробности убийства Бориса Немцова знает наш корреспондент в России Данил Русаков. Первые кадры с места преступления. Тело Бориса Немцова уже в черном пакете. Вокруг усиленное оцепление. Даже движение возле Красной площади гаишники полностью заблокировали. Соратники оппозиционного политика тоже здесь. Телеведущая Ксения Собчак приехала на место убийства. Одну из первых. Вы можете быть ближе к Борису Немцову? Что может оставаться? Шок. Именно так и никак иначе оппозиционные политики и общественные деятели описывают произошедшее. И последнее, о чем мы говорили, он собирался писать доклад под названием «Путинная война». Он говорил о том, что у него есть некая информация, доказывающая участие российских вооруженных сил, российских солдат в конфликте на Украине. Он планировал в течение ближайшего месяца эту информацию систематизировать и опубликовать в качестве доклада большим тиражом. Немцову стреляли в спину буквально в нескольких шагах от его дома чуть более чем за сутки до анонсированного оппозиции антикризисного марша «Весна». Политик собирался возглавить одну из колонн манифестантов. Ночью он возвращался домой, шел со своей помощницей. Киллеры выпустили как минимум шесть пуль. Девушку не задело, ее всю ночь допрашивали. И где она находится сейчас, неясно. Но ясно, что убийцы передвигались на автомобиле белого цвета. Вот он попал в объективы камеры видеонаблюдения. Почти через 10 часов эту иномарку найдут брошенные возле здания Министерства иностранных дел в самом центре Москвы. В настоящее время следствие рассматривает все мотивы, все версии, все на данный момент рассматривает следствие. Большой замоскворецкий мост на подступах к Кремлю с самого утра утопает в цветах. Сюда идут неравнодушные горожане и соратники Бориса Немцова. Надпись на плакате на манер той, что была после расстрела парижских карикатуристов из Шарли Эбдо. Сегодня и правда многие москвичи стали более чем причастны к этой утрате. Человек очень долго пытались заткнуть ему рот. Я считаю, что Немцов это один из тех людей, которые раньше очень сильно критиковали власть. На сегодняшний день это человек, который все то, что он делал, это делалось не ради пиара какого-либо, а ради правды. По прошествии почти суток с момента смерти Немцова неизвестно ничего. Следственный комитет грозится все это провокация с целью раскачать ситуацию в стране. Примерно то же самое заявил и пресс-секретарь Путина Песков. Мол, Немцов был чуть более чем среднестатистический гражданин и политической угрозы не представлял. Люди в погонах не забыли и Украину, пошли разговоры о каких-то непонятных радикалах. Визиток Яроша, правда, московские следователи на месте преступления не нашли. В то, что следствие будет объективным и беспристрастным, мало кто из собравшихся здесь верит. Заказное убийство в самом центре Москвы, да еще и под стенами Кремля, такого в новейшей истории России давно не было. Люди, которые сюда приходят с витамини, равнодушные жители мегаполиса, о возможных заказчиках либо говорят шепотом, либо стараются молчать. Эти перечисляемые имена давно не принято по такому поводу здесь вспоминать. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. И только что стало известно, следственный комитет отрицает, что найденный автомобиль «Лада Приора» принадлежит предполагаемым убийцам Немцова. Хозяина машины допросили, ни обвинений, ни подозрений ему уже не выдвигают. Убийство Бориса Немцова сегодня одна из главных новостей в Европе и Америке. О реакции западных политиков расскажет Дмитрий Еловский, он в Вашингтоне. Бориса Немцова на Западе знают хорошо. Многие газеты и телеканалы пишут о нем как о главном критике режима Путина. И, конечно, первые лица Америки выражают сейчас свои соболезнования в связи с убийством политика. Барак Обама призывает Россию провести незамедлительное, беспристрастное и прозрачное расследование этого преступления. Президент США признается, он восхищался мужеством и самоотверженностью, которые Немцов проявлял в борьбе с коррупцией в России. Они встречались в Москве, когда Обама приезжал с визитом в 2009 году. Эту фотографию в своем твиттере выложил бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Сам он отзывается на пропагандистские выпады в соцсетях в адрес Америки и сообщает, что будет блокировать тех, кто пишет, что это США убили Немцова. По его словам, это просто отвратительно. Соболезнованиями выступил и сенатор Джон Маккейн. Он опубликовал фотографию, сделанную в Вашингтоне во время встречи с Немцовым. По словам политика, Немцов был одним из самых принципиальных борцов за права человека в России. Сегодня об убийстве российского оппозиционера говорят и в Европе. Премьер-министр Великобритании заявил, что жизнь Немцова – это неустанное служение российскому народу. Он требовал демократии и полного искренения коррупции в России. Дэвид Кэмерон заявил, что Немцов всегда отличался бесстрашием и никогда не давал себя запугать. С похожими словами сегодня выступил и канцлер Германии Ангела Меркель шокирована убийством Немцовой и тоже рассчитывает на то, что виновные будут как можно скорее привлечены к ответственности. Все, кто сегодня на Западе говорит об убийстве Немцова, сходятся в одном. Это был бесстрашный, непримиримый демократ. И расследование его убийства обязательно должно быть беспристрастным и прозрачным. Дмитрий Ивовский и Юрий Романин к подробности. Американское бюро телеканала «Интер». О том, что Немцов собирался в ближайшие дни опубликовать доказательства участия российской армии на Донбассе, сегодня говорил и президент Украины. Петр Порошенко назвал Бориса Немцова одним из немногих российских политиков, которых можно было назвать другом Украины. Кто-то из этого очень боялся. Борис не боялся. А коты и палачи боялись. 1 березня, завтра, он должен выходить на марш и начать много тысячной демонстрации, продемонстрировать, что существует другая Россия, которая любит Украину, которая поважает права человека, для которой свобода, не пустой звук, и где заради свободы, заради демократии, он готов был отдать свое життя. Цветы, свечи, лампадки. Сотни людей сегодня идут к посольству России в Киеве почтить память Бориса Немцова. Прошел и небольшой митинг на Майдане. Я из России приехал в Украину. Надеюсь, что навсегда. Все творится в России. Это уже, по-моему, беспредел полный. Это уже кошмар. Люди не понимают, там, по чем живут и как живут. Он много знал. У него были уже документы правду про войну приношу. Конечно, я вам хочу сказать, что это абсолютно убийство. И свит не простит этого никогда. Он уособливал свободу себе. И сегодня стало известно о смерти еще одного политика. Ночью экс-нардеп Михаил Чечетов выпал из окна своей квартиры на 17 этаже. По предварительной версии следствия, это самоубийство, но дело квалифицируют по другой статье. Подробнее Татьяна Авенникова. Это оперативные съемки МВД в одном из спальных районов Киева, на Позняках. Сюда правоохранители приехали после звонка. Около двух часов ночи жена бывшего нардепа Михаила Чечетова сообщила, ее муж выпал из окна квартиры на 17 этаже. В его кабинете она нашла предсмертную записку. В своем записи человек написал, что у него нет сил больше жить, что он просит его извините, просит, чтобы его понимали. На данный момент все факты вказают на то, что это действительно самоубство. Сегодня днем возле дома цветы. Человек хороший. Всегда здоровался. Об этом человеке я ничего плохого не могу сказать. Нормальный человек, когда с ним образованный, ничего не можем плохого сказать. Единственное, что когда вопросы касались работы в парламенте, он всегда замыкался, я говорю, что парламент, это парламент. Дело по факту гибели Чечетова в столичной прокуратуре квалифицируют по статье «умышленное убийство». Говорят, когда все выглядит как суицид, эту версию всегда рассматривают в первую очередь. Судмедэксперты уже подтвердили. Смерть наступила именно в результате падения с высоты. Криминальное проведение перебивает на особистом контроле генерального прокурора Украины. Я могу сказать, что обстановка в квартире не порушена. Под час целей подии в квартире также перебивала сама дружина. Я выезжал и спілкувался с ней. Она держится. Вдова и дочь Михаила Чечетова общаться с прессой категорически отказываются. В понедельник похороны. На прошлой неделе генпрокуратура предъявила политику подозрения в содействии принятию скандальных законов 16 января минувшего года. 21 февраля в Печерском суде бывшего нардепа взяли под стражу и назначили залог 5 миллионов гривен. Прошлые выходные он провел в Лукьяновском СИЗО, а в понедельник залог был внесен и его отпустили домой. Вчера генпрокурор заявил, Михаилу Чечетову собираются предъявить новое обвинение. А сегодня днем оппозиционный блок на своем сайте разместил заявление. Цитирую, Чечетова, в сущности политического пенсионера, довели до самоубийства, циничной травли и публичными унижениями. Оппозиционеры называют его гибель преступлением против человечности. Татьяна Авинникова, Игорь Сюли, подробности телеканал Интер. Воевики продолжают обстрел донецкого направления. Мой коллега Ярослав Кречко находится в зоне АТО. Он с нами на связи. Слава, здравствуй. Где ты был сегодня? Какие новости? Добрый вечер, Наташ. Да, за последние сутки боевики несколько раз обстреляли позиции наших военных. В Донецкой области, в районе поселков Тоненькое, Опытное и Авдеевке использовали стрелковое оружие и артиллерию. В поселке Песке в результате минометного обстрела погиб фотокорреспондент и боец правого сектора, который сопровождал журналиста. Атаковали позиции наших военных боевики в районе Дебальцево атаку на поселок Луганское успешно отбили. И сегодня в штабе АТО заявили, что боевики ДНР и ЛНР до сих пор не предоставили наблюдателям ОБСЕ информацию о своей технике и маршрутах ее отвода согласно минским договоренностям. И еще один пункт минских договоренностей это освобождение пленных. Мы сегодня наблюдали за спецоперацией Альфы и СБУ в Луганской области из оккупированного Луганска эвакуировали иностранных студентов. Как это было я предлагаю посмотреть в нашем эксклюзивном материале. Разбитые дома справа и слева это станица Луганская на крайнем посту украинских военных безопасность операции обеспечивает Альфа. Два студента индуса вышли первыми. Ждем еще двоих. Вот там за железнодорожным переездом уже территория которую контролируют боевики и до границы с Россией отсюда рукой подать. Вот как только мы сюда приехали пришла интересная смс солдат Украины ты выполнил свой долг возвращайся домой. Домой сегодня поедут студенты из Индии еще двоих бойцы Альфы подбирают в нейтральной зоне их первые слова здесь. Уже спокойно за то что Украину у Притама особенная история если другим не отдавали в мединституте документы то его в Луганске держало не только это. У меня любовь если честно вам сказать. Поэтому я не уехал во время войны тоже там и был а теперь уже ничего нет и так. Все это время у них практически не было денег продуктами помогали знакомые но не это самое страшное говорят в Луганске много боевиков и техники а после 9 вечера ходить по улицам запрещено Страшно было понятно страшно было ну просто там все там невозможно жить там власть нету никакой Другу я знаю что сидел там ночью где-то ходил но запрещено было что ночью ходить куда-то они ему забирали в подвале сидел целую ночь Сейчас идут переговоры по освобождению из плена боевиков других мирных жителей и конечно наших военных процесс идет главное чтобы все это остановилось мы со стороны Украины придерживаемся минских договоренностей по минским договоренностям до 5 марта мы должны забрать временно задерживаемых там людей мы готовы отдавать всех кого мы можем отдавать законно для 4 студентов индусов ужасы войны остались позади сегодня они поедут в Киев а дальше домой в Индию Ярослав Горечко Вадим Ревун и Василий Сачук подробности телеканал Интер и о том что происходит в районе Мариуполя расскажет Александр Пантелеймонов он с нами на связи Саша здравствуй перемирие соблюдается? Да Наташа вот сейчас на мариупольском направлении можно говорить только об очень хрупком затиши по-прежнему неспокойно и небезопасно у поселка Широкино хотя здесь не обстреливали из тяжелой артиллерии уже два дня по-прежнему продолжаются обстрелы из стрелкового оружия сегодня по нашим позициям работал вражеский снайпер и постоянно слышны все-таки очереди из стрелкового оружия из автоматов вчера ночью да была стрелка дня но это так с мелкого оружия со стрелкового оружия был небольшой такой бой и все а так крупной артиллерии не было слышно наши бойцы которые держат оборону у Широкино уверяют что местных боевиков осталось с той стороны совсем немного и в основном остались там наемники и военные из России знаем у нас уже беспилотники летают все мы знаем все тут нема сепаратов скорее всего тут не сепаратисты а российская десантная бригада стоит в долгосрочное перемирие наши бойцы пока верят мало им приходится постоянно жить в полевых условиях и хотя припасов хватает жизнь вот в таких вот условиях все-таки очень сильно изматывает сейчас навезли у нас полностью в штабе завалены полностью комнаты ну армия готовит тоже сюда привозят правда с опозданием вот так чем еще одежда обеспечены полностью боеприпасами тоже хватает есть все ну и на мариупольское направление с нашей стороны постоянно прибывают подкрепления вот сегодня оборону у широкина усилили бойцы спецбатальонов мвд говорят раньше держали оборону под дебальцево все устают все хотят отдыха нужно менять помогать тогда мы что-то добьемся в конечном результате не думаю уверен мы победим а в самом мариуполе продолжают разыскивать террориста который на этой неделе застрелил милиционера вот по самой последней информации установлено что он возможно скрывается в одном из окрестных поселков и сейчас его прочесывают правоохранители Наташа спасибо Саша Александр Пантелеймонов из мариуполя был с нами на связи что сегодня происходит в оккупированных городах что видят о чем рассказывают люди давайте послушаем Донецк и Луганск очень большие очереди очереди когда выходят аж за пределы магазина люди скупают все что можно цены одна цена днем другая цена вечером уже будет совершенно третья цена хлеб мой муж не мог купить потому что он не мог отставить посередине ему на работу нужно ехать мне 71 год наш дом разбит сгорело два блока трехкомнатных на четвертого этажа поехала расстроилась лазят по квартирах там никого почти нету перерыли все и ищут многие продукты исчезли с прилавков в основном это касается молочных кисломолочных продуктов вместо этого завезли достаточно много то есть водки по тв по радио по газетам идет массированная пропаганда о том что Украина нападает на ЛНР Украина не выполняет минских договоренностей таким образом готовится то ли пульс для того чтобы возобновить со стороны ланер военные действия то ли непонятно напомню Украина начала отвод тяжелого вооружения еще позавчера представители ОБСЕ за этим наблюдают фиксируют и то как придерживаются данной части минских соглашений боевики вот видео происходящего в Донецке колонну скорее всего сопровождали российские кадровые военные в форме без опознавательных знаков и вдруг один из них стал передавать приветы чем себя и выдал Кемеровская область привет тапки особенно Косбас больше танков хороших и разных зачем Бундесвер закупает дополнительную бронетехнику и что интересует российских шпионов в Европе знает Татьяна Лагунова наш корреспондент в Берлине Германия накачивает военные мышцы в целях обороны Берлин беспокоит возрастающая российская агрессия и он укрепляет вооруженные силы начать решили с танковых подразделений Бундесвера планы такие в ближайшее время полностью укомплектовать военными и техникой танковый батальон в Нижней Саксонии до сих пор он существовал больше на бумаге остальные подразделения получат дополнительную бронетехнику как показали инспекции сейчас они оснащены всего на 75 процентов уже известно что Бундесвер хочет закупить 130 бронетранспортеров типа боксер на сумму 620 миллионов евро и скорее всего откажется от планов отправить в утиль танки типа леопард 300 единиц оставят на вооружении мы хотим быстро адаптироваться к изменившимся условиям взять хотя бы силы быстрого реагирования острие копья теперь там предусмотрена готовность срок от 2 до 5 дней вместо 180 поэтому нам нужно больше техники а у немецких спецслужб другие заботы россия усилила шпионскую деятельность в европе глава федерального ведомства по защите конституции Ханс Георг Массен говорит россияне шпионили всегда но сейчас особенно активизировались агенты не только пытаются добыть секретные данные но и распространяют дезинформацию с целью повлиять на важнейшее политическое решение план борьбы со шпионами у немцев наверняка тоже есть но кто же о нем расскажет публично Татьяна Лугунова Геннадия Никейенко подробности немецкое бюро телеканала Интер сегодня они не на стадионах а в бомбоубежищах чем занимаются там Днепропетровские ультрас знает Наталья Грищенко только Днепр только победа только Днепр только победа у Днепропетровских ультрас слава чрезвычайно активных футбольных фанатов и пошалить могут и с милицией повздорить но сегодня это не о них их чаще можно увидеть на стадионах с фаерами в руках но сегодня они таскают сюда огромные мешки с мусором ржавые трубы старые оконные рамы футбольные фанаты вышли на субботник перчатки кому нужны убирают подвалы в жилых домах на случай обстрелов эти помещения могут стать надежным укрытием идем прямо убираем сегодня 6 бомбоубежищ по плану будем работать до победного конца 2 часа в неделю мы на футболе проводим остальное время мы жители города мы помогаем армии помогаем нашим ребятам кто воюет сейчас мы понимаем что нужно быть не дай бог конечно но нужно быть готовым ко всему к тому что увидят в подвалах явно не были готовы из-под трубы Женя вытаскивает уже 10-й дырявый бидон гадает кто и зачем их здесь складировал всякий хлам не нужный вообще никому и удивляются что с начала военных действий в стране никто не навел порядок в укрытиях в ЖЭКе бесплатным помощникам очень рады коммунальщики сами открывают им подвалы очень много подвалов допустим вы же видите массивный маленький в подвалах дым коромыслом за происходящим с интересом наблюдают жильцы одни начинают скандали другие защищают ультрас а третьи берут в руки метлы и идут помогать я увидела объявление и пришла помочь ребятам тем более что я живу в этом районе за сегодня фанаты расчистили 6 укрытий обещают выйти на субботник и на следующей неделе работы непочатый край подвалов которые смогут послужить бомбоубежищем в городе тысячи и почти все захламлены Наталья Грищенко Евгений Годенцов подробности телеканал Интер Сколько денег нужно чтобы восстановить украинскую экономику и как с апреля будем оформлять субсидии об этом чуть позже оставайтесь с нами Заветные субсидии на коммуналку кому положено и как получить Букингемские страсти кому пришлось покидать дворец Галышом и через окно Официально разочарован почему вор вернул украденное платье стоимостью в 150 тысяч долларов Скандалы венского общества новый закон австрийских властей кнут и пряник для местных мусульман почему негодует исламская община Австрии а политики не намерены отступать подробнее Геннадий Вивденко он в Вене Эта мечеть и исламский центр в самом сердце Вены около 30 лет назад был построен на средство Саудовского короля сейчас бы такое стало невозможным новый закон австрийских властей запрещает финансировать из-за рубежа исламские организации мечети а имамам не австрийцам преподавать местным же предписана своеобразная переаттестация достаточно резкий закон учитывая что в Австрии полмиллиона мусульман только в Вене почти каждый десятый последователь ислама это обижает мусульман как будто нас в чем-то подозревают это каждый раз когда ты покупаешь хлеб надо присягать конституции Австрии да и вообще в этом законе разное отношение к мусульманам и другим религиозным общинам однако один из чиновников правительства популярный Себастьян Курц заявил власти просто не хотят чтобы на австрийских мусульман могли финансово влиять а значит контролировать из-за рубежа само же общество взволнованно участием мусульманов-стрийцев в войне в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛа официально их около полусотни наиболее резонансные из-за юного возраста истории двух жительниц Вены Селинович и Кисинович им по 14-17 лет они теперь на стороне джихадистов впрочем власти в новом законе кнут подсластили пряником мусульманам будет разрешено в дни исламских праздников не ходить на работу а служителям мечетей дополнительный бонус вводятся теологические кафедры ислама для имамов в университетах это означает что страна содействует развитию мусульман закон предусматривает рабочие места для мусульман в госпиталях армии и других госструктурах ну и надо вспомнить что Вена город исторического противостояния христианского запада и мусульманского востока полтысячи лет назад здесь была окончательно остановлена экспансия Османской империи в Европе ну а сейчас в вопросе нового закона об исламе местная мусульманская община сдаваться не собирается и планирует в конституционном суде оспаривать эти нормы Ненадия Вивденко Сергей Ведмить подробности телеканал Интер из Вены Австрия аварийное общежитие зачастую без света и воды за это учащиеся одного из училищ Кировограда не только исправно платят но еще и материальную помощь у них забирают как живут ученики в нашем сюжете это общежитие профтехучилища номер 9 на данный момент здесь проживают почти 150 подростков треть из них это льготники и условия их жизни здесь просто кошмарные стены мазанки черные проводки обугленные плиты и невыносимый смрад от канализации ну вот наше слово где мы будем кушать особенно все там есть ложечка на которой мы решаем кушать и вот мусорка стоит на которой мы тоже кушаем плиты включаем а еще нет света и воды до 16 часов в сутки отключают по приказу директора училища не принимается после тренировки ничего в темной комнате вот тут сидишь телефоном на зажигалке фонариком светишь и есть за койко место при таких условиях каждый платит 60 гривен в месяц капремонта здесь не было вообще никогда хотя на него регулярно собирают деньги с учащихся даже с ольготников мастер предложил написать материальную допомогу 300 гривен у меня 250 гривен забрал он сказал на фонд училища но и это не все выпускников которые исправно платили за аренду комнат директор просто выбросил на улицу а жилье сдал посторонним нам дали две недели выселиться он нам сказал что мы просто ничего не доведем директор принял нас вошел в наше положение потому что мы артисты нам надо где-то жить комендант комендант общежития все подтверждает она и убедила детей пожаловаться прокуратуру и министерство образования за это говорит ее хотят уволить каждого месяца в кого 30 в кого 50 в кого 60 в кого 40 гривен снимают и говорят что работают нам ремонт ремонт действительно никто не работает директор училища оправдывается свет и воду отключают ради экономии а вот то что собирают деньги у учащихся отрицает часы директора поддержали педагоги и не дожидаясь ухода съемочной группы начали воспитывать сбунтовавшихся учеников где взять финансирование чтобы эта крыша тебе на голову не упала последняя надежда учеников на чиновников и правоохранителей возможно они разберутся куда идут деньги которые забирают в так называемый фонд училища Елена Брынза Владимир Кувакин подробности телеканал Интер Кировоград Кабмин собирается упростить требования для получения субсидий на коммунальные услуги для этого чиновники планируют выделить 24 миллиарда гривен из бюджета в апреле всем на дом пришлют спецанкету и бланк заявления на получение субсидий нужно будет ответить на 15 вопросов о материальном положении вместо нынешних 90 говорят в Кабмине заполненную анкету можно будет отправить по почте в управление соцзащиты или прийти туда лично получить субсидию смогут и те у кого есть две квартиры или два автомобиля а также безработные не получающие госпособия и те кто арендует жилье оформить субсидию обещают быстро но предупреждают уже после ее получения проверят правдивость данных до 15 квитня люди мают отримать заявки спокойно их заполните в разе если поданы отвертые неповненные и недостоверные видимости заявник подписывает обязанность и он про это знает и это написано в заявке что он будет обязан повернуть надмирно перерахованную выплаченную сумму субсидий в наступный период в подвиненном розмире президент Украины уверен МВФ расширит финансирование Украины и первый транш поступит до конца марта эти деньги позволят пополнить резервы Нацбанка и постепенно стабилизировать курс гривни Петр Порошенко прогнозирует что он будет не выше 22 гривен за доллар об этом глава государства сказал в Виннице где представлял нового губернатора также президент проведал бойцов в военном госпитале чья часть из них были ранены в боях возле Дебальцева Порошенко поблагодарил всех и сказал что гордится каждым Как восстановить стремительно падающую экономику еще и в условиях войны нужны реформы нужна финансовая помощь от западных партнеров и инвесторов говорят эксперты хватит ли 40 миллиардов долларов которые могут зайти в Украину в течение 4 лет выясняли наши корреспонденты разрушенные дома шахты заводы ущерб от войны еще в прошлом году Кабмин оценивал 8 миллиардов долларов накануне премьер заявил только для восстановления подконтрольных территорий необходимо полтора миллиарда без финансовой помощи западных партнеров не обойтись тем более что деньги нужны для восстановления экономики страны в целом 40 миллиардов долларов за 4 года сумма большая но этого недостаточно федерации работодателей Украины подсчитали понадобится гораздо больше мы видим как строилась Польша как менялась свою экономику мы видим Германию Германия потратила на восстановление восточной Германии порядка за 20 чем-то лет порядка 2 триллиона европейских денег я считаю что Украина под стать побольше то есть это приблизительно где-то за 25 лет приблизительно надо положить такие деньги на мой взгляд 300 миллиардов там 400 это будет достаточно для того чтобы начать этот старт цифра вполне обоснованно говорят эксперты к примеру за три года Ирландия получила в перерасчете около 90 миллиардов долларов Греция за 4 года около 300 миллиардов такие колоссальные суммы понадобились на восстановление экономик этих стран и это при том что никаких боевых действий и разрушений там не было всем известен и план Маршала на восстановление послевоенной Европы понадобилось 115 миллиардов долларов и здесь опыт Германии красноречив Германия в отличие допустим других стран Европы Италии или Франции более разумно использовала помощь американскую после второй мировой войны часть средств направлялась не на проедание не на дефицит бюджета а использовались специальные фонды которые шли на инвестиции все инвестиции мы должны концентрировать на развитии собственного производства на развитии тех отраслей которые могут быть нам выгодны в будущем А в Украине это самолетостроение космическое аграрное и IT отрасли эксперты предлагают разные подходы для их развития от дешевых кредитов до льготного налогообложения а еще конечно нужны прозрачные и честные правила игры для бизнеса тогда от инвесторов отбоя не будет это не просто надо собрать деньги это надо привлечь инвесторов которые придут с этими деньгами в страну и здесь надо будет рассмотреть ряд проектов и инфраструктурные и жилищные и экономические и промышленные сейчас инвесторы не так боятся войны как того что в Украине все еще действуют старые коррупционные схемы значит нужны реформы вина уряду система на сегодня она не изменилась и из-за того что система не изменилась именно поэтому и нет кому дать денег в Грузии она провела донорскую конференцию в 2008 году после очень не продолжительной войны но им дали 4,5 миллиарда долларов но для того чтобы им дали эти деньги они показали реальные кроки для борьбы с коррупцией провести свою донорскую конференцию Кабмин пытался еще в конце прошлого года но вскоре перенес ее на неопределенный срок однако инициативу подхватили федерации работодателей и вместе с профсоюзами 3 марта проведут в Австрии международный форум по вопросам модернизации страны и создания соответствующего агентства Анна Каменева Алексей Кучеренко Геннадий Вивденко Виталий Коваленко подробности телеканал Интер Сотни желтых и голубых листиков и Крым это Украина в эти слова выстроились участники сегодняшнего флешмоба на Майдане в Киеве так отметили грустную годовщину аннексии России полуострова пришли не только вынужденные переселенцы крымчане были просто неравнодушные люди из других городов Украины с помощью этого флешмоба они хотели поддержать тех кто остался жить в Крыму крымчане требуют нашего внимания крымчане требуют нашей поддержки потому что этим людям очень сложно как в Крыму так и здесь Украина никогда не должна бросать ни одного своего гражданина ни одного человека который говорит о том что он украинец Крым это Украина то мы пришли нам нужно делать каждый день что-то чтобы какого-то быстрее мы вернулись домой воинственный настрой Ким Чен Ина голый мужчина на стене Букингемского дворца и переборчивых грабителей с Голливуда об этом не только в нашем обзоре заберите свою фальшивку вор вернул жемчужное платье стоимостью 150 тысяч долларов актрисе Лупите Неонга наряд в котором Кеника красовалась на красной дорожке Оскара исчез из ее номера два дня назад оказалось жемчуг на платье искусственный грабитель отнес платье обратно в отель сообщив об этом прессе украсть платье дело нехитрое в штате Орегон неизвестное похитили целый дом площадью 111 квадратных метров не обнаружив строение на месте владелец обратился в полицию жилище нашли спустя два дня в 20 километрах от первоначального местонахождения по мнению правоохранителей при краже использовали домкрат и специальный транспорт самые разыскиваемые наркобарон Мексики в руках закона в штате Мичиокан полиция арестовала 49-летнего сервенда Гомоса Мартинеса который возглавлял картель рыцарей-тамплиеры эта группировка контролирует значительную часть поставок метамфетамина и марихуаны в Соединенные Штаты аресту предшествовали месяцы слежки и задержания нескольких подельников преступника Ким Чен Ын готовится к войне воевать намерен с Америкой и ее союзниками он призвал армию готовиться к боевым действиям заявление прозвучало в ответ на совместные военно-морские учения Южной Кореи и США с участием 10 южнокорейских военных кораблей и американского эсминца Голый во дворце эпическая сцена разыгралась на глазах прохожих возле Букингемского дворца обнаженный мужчина используя простыни спускался по стене резиденции британских монархов едва до левого этаж свалился кто это и почему иритировался столь экстравагантным способом неизвестно в Букингемском дворце происшествия не комментируют могильник под магазином в центре Парижа археологи обнаружили массовое захоронение более 200 скелетов выложенных в ряд покоились под обычным супермаркетом эксперты пока не знают о времени захоронения и причине гибели людей возможно это жертвы чумы или голода ну а в Запорожской области школьник лепит пластилиновые мультфильмы и даже получает награду на всеукраинских и международных конкурсах о чем его мультики подробнее Сергей Бордюжа это трехминутный мультфильм об Украине месяц и килограмм пластилина все что понадобилось 17-летнему подростку из городка Пологи сами сценарист и художник и режиссер и оператор после лепки съемки фотоаппаратом парень говорит мама ни разу не ругала за то что засиживался до рассвета увлеченный процессом кропотливо снимал каждое движение которое в мультике займет лишь доли секунды еще прошел например такой промежок потребно кадров 15 монтаж озвучивание и все готово в коллекции Вадима уже 15 мультфильмов рассказы о родном крае об экологии и не только кто ж обрав науки шлях инчи учились так и сяк вони шли себе гуляли вот дипломы и грамоты всевозможных конкурсов Вадим заканчивает школу впереди экзамены пластилинный фотоаппарат пришлось на время отложить кем хочет стать ветеринаром говорит мультфильмы останутся только хобби хотя кто знает Сергей Бордюжа Игорь Воробий подробности телеканал Интер Запорожская область это все это все о чем мы успеваем рассказать вам сегодня завтра в 8 вечера не пропустите подробности недели и вот о чем будут говорить мои коллеги подробности недели анализируют обыкновенный терроризм откуда вирус проникает в нашу страну вот по таким тропкам которых нет на карте контрабандисты вывозят оружие из зоны АТО худой мир после доброй ссоры война завершилась мирным соглашением по его условиям Босния стала федерацией а если в Украину придут миротворцы посол Соединенных Штатов Путин может прекратить войну одним звонком эксклюзивное интервью подробностям недели грозит ли нам крах государственного масштаба это катастрофа бизнес можно сказать просто стал честно о главном подробности недели ровно в 8 вечера в воскресенье следите за развитием событий на нашем сайте подробности я желаю вам хорошего вечера и до встречи в подробностях и до встречи субтитры и до встречи субтитры